друзья всем привет и сегодня у нас очень интересное видео многие из вас знают что все мое оборудование по металлообработке я приобретал у компании металлмастер а это такарный станок по металлу 2 ленточных пильных станка по металлу один с гидроразгрузкой другой ручной а также сверлильный станок и каждому из этих станочков нужны расходные материалы нужна оснастка конкретно сегодня я покажу вам замену ленточной пильного полотна на моем небольшом ленточной пильном станочке металлмастер мдл-115 при некой моей неосторожности у меня лопнуло полотно на ленточной пильном станке поэтому сегодня мы поменяем полотно и протестируем его как вы видите я приобрел несколько полотен заказал их на сайте компании металлмастер тулс несколько полотен с шагом зуба 1014 на дюйм и несколько полотен с шагом зуба 1418 на дюйм на сайте металлмастер тулс очень хороший ассортимент различные полотна тисы поворотные головки цанговые патроны для фрезерных станков различные сверлильные патроны токарные патроны вращающиеся центра и много много всего интересного а самое главное цены не кусаются и качество поэтому я приобретаю оборудование у металлмастер и оснастку у металлмастер тулс на сейчас я вам покажу как правильно установить полотно на ленточный пильный станочек и мы его протестируем распаковываем коробочки так ну вот полотно шаги 1014 показываю процесс его установки для установки полотна на ленточный пильный станок металлмастер мдл 115 нам понадобится само полотно на всякие пожарные защитные очки в данном случае маленькая трещотка с удлинителем и головкой на 10 ну и можно перчатки но я буду работать без них в них мне неудобно первое что нам нужно будет сделать это снять кожух а для этого нам нужно будет открутить вот этих вот четыре барашка ранее были обычные винты под крестовую отвертку но я чуть-чуть переделал для удобства чтобы не пользоваться отверткой а взять рукой и вот так вот быстренько все это дело открутить откручиваем легким движением рук и кожух сняли головкой на 10 или ключиком на 10 ослабляем вот этих вот два болта м6 сверху и снизу сразу же разведем две щетки чтобы они не мешали установке нового полотна эти две щетки собирают стружку с полотна тем самым меньшее количество стружки попадает вовнутрь но все равно она чуть-чуть попадает но это ничего страшного не забываем сразу натяжитель перевести в расслабленное положение так как когда порвало у меня полотно натяжитель был в натянутом положении а сейчас его надо перевести вот в это вот самое положение перед установкой полотна все же убедимся что направление зуба в правильную сторону у нас все четко полотно начинаем заводить через подшипники потом когда завели полотно между подшипниками я сначала завожу на нижний ролик полотно ну а потом на верхний ролик проверяем полотно чтобы она полностью сидела на маховиках и обязательно обратим внимание чтобы полотно прокатывалась на ролике а не заходила за него как сейчас вот так вот когда все проверили что полотно у нас стоит четко придерживая полотно на ролике и маховике переводим рукоятку натяжителя положение его натяжения пока не установили кожух проверим как ходит полотно как вращаются подшипники вращаются они или нет как ведет себя ролик он тоже должен вращаться если подшипники с какой-либо стороны не вращаются их нужно будет регулировать подводить проверяем в моем случае сверху все подшипники вращаются ролик вращается снизу одна пара подшипников вращается другая нет нужно регулировать нужно подводить вот смотрите верхние пары вращаются то есть здесь мы болтик можем затягивать отлично вот обратите внимание снизу вот это вот пара подшипников не вращается и чтобы они вращались они подводятся эксцентриком то есть тот болт мы можем сразу затянуть ключом или головки на 10 а здесь подвести эксцентрик при помощи узкогубцев или плоскогубцев подводим проверяем мало проверяем уже зацеп есть но мало еще чуть чуть все отлично полотно у нас сидит на месте все четко но прежде чем поставить кожу сразу не забудем подвести щетки полотну чтобы они счищали стружку вот так вот нормально они чуть-чуть под изношенные но свою работу все равно будут делать ну а теперь можем смело надевать кожу все в обратном порядке закручиваем барашки так все готово полотно установили делается это очень быстро но я думаю минут пять не больше да сразу вам скажу если вы перетяните полотно подшипниками полотно начнет скакать его может порвать поэтому с этим тоже аккуратно то есть подводим подшипники так как они начали вращаться зашли в зацеп с полотном больше мы их на полотно не тянем зашли в зацеп так и оставляем самое главное не забываем протянуть болты м6 подголовку на 10 под ключ на 10 и все дела на сейчас мы с вами протестируем новое полотно покажу его в работе по всем правилам и канонам полотно новое нужно обкатать но мы его обкатывать не будем если что у меня есть теперь в запасе новые полотно так Продолжение следует... 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 Продолжение следует...